всем привет кто меня смотрит и кому это будет интересно вот как живут мои дендробиума из японии в германии это суббота 16 января около 9 часов вечера я замоталась у нас были гости и забыла посмотреть что на улице она шел снег и когда гостей провожали я увидела что как стояли моим они ли формы клумба это моя на улице так и стоит снегом присыпанная они у меня на улице почти все время один раз я их только заносила в теплицу но потом смотрю что они так не очень себя хорошо чувствуют и вынесла их обратно а сейчас они вот такие вот такие это на следующий день в воскресенье где-то наверное в обед я их убрала из-под снега чтобы не дальше на них не сыпала под навес поставила и вот уже с них у них растаял чувствуют они себя прекрасно листочки все целые бурбочки тоже муха же живут они у меня в экстремальных условиях я хотела изначально их посадить так чтобы более-менее были приблизительно такие условия как у них на родине в японии и дальше будет коротенькое видео о том как я их посадила сюда какая-то посуда и мог живой мог же излезла нашего и он адаптированный конкретно к этим условиям как раз у них сейчас в лесу я имею ввиду у мухов наших тоже хороший такой сезон когда постоянно сыра влажного растет как бешеный ну а летом у него засуха и папоротник от светика из франции тоже тут так хорошо уже прижился чересчур можно сказать даже разросся и надо будет его наверное немножко укоротить убрать чтобы было больше места для самых манили форма в общем при каких условиях они у меня живут все лето на улице осень на улице и зимой у нас было всего один раз в этом году такое довольно низкое понижение температура минус 6 и перед этим я их убрала в теплицу и они там заплакали заплакали их вынесла обратно и сейчас вот 0 минус 2 они спокойно на улице стоят и им это нравится единственно когда сильно льют дожди то я их убираю но птички поют а птички уже весну чувствуют вообще зима в этом году у нас не сильно экстремальная то есть таких сильных морозов еще не было хотя впереди февраль я помню в прошлом году вот на крещение на 19 января у нас тут такие уже были морозики хорошие довольно холодно было и на улице уже никто не стояла в этом году совсем по-другому но февраль может тоже еще быть довольно морозным посмотрим как будет естественно когда будет сильно холодно и морозы имею ввиду то я их занесу тема не ли форма которые стоят в теплице те уже с почками цветочными но а эти самые стойкие они же в прошлом году тоже под мороз попали минус 4 года многие себя плохо чувствовали выжили почти все я сделаю видео покажу даже один сам видим уже цветет манели формы вот эти тоненькие прутики вот эти кажутся такими несчастными а самыми стойкими оказались они же у себя на родине переживают и засушливый период очень выносливые и экстремальные температуры мы не такие уже высокие я имею ввиду низкие температуры но минусовые тоже переживают они к этому привыкшие и им это нравится такой экстрим это нравится вот я вижу когда они вот в теплице стоят и когда их выносишь на вот эту экстремальную погоду когда и солнца нет у нас солнцем сейчас плохо и постоянно дожди и специально их так посадила чтобы постоянные дожди не испортили им корневую систему и сейчас будет маленькое видео о том как же я их посадила и какой у них там субстрат и заранее скажу что это плошка высотой 9 сантиметров керамическая в которой сделано несколько отверстий для стока воды и еще будет ссылка в описании под видео о том как я их сажала и какой у них был субстрат до этого как посадила их в эту клумбу и еще дам ссылку в описании под видео на канал анюты из японии который мне при их прислала у нее они посажены такие дендры тоже специфически очень здорово и есть такое бревно их там несколько кустиков и как она зацветает ох красота и у меня это бревно тоже не дает покоя хочу себе такое но не знаю куда его на зиму потом повесить теснота конкретная с на моими растениями разрастаются новые покупаю ну ладно а сейчас в общем какой субстрат и какая была посадка маленький кусочек видео ребятки уже в клумбе сидят и ждут когда я их засыплю субстратом субстрат на основе корней папоротника субстрат который мелкий пемза и лечуза крупная довольно пемза и просто камушки на дно я положила тоже много камней камней крупных из пемзы пемзу тоже большой кусок ну как бы скала может туда кто-то расти будет и вот они уже вытащены из горшочка в котором росли в том субстрате это ссылка на то видео будет я уже говорила вот такие корешки в таком субстрате растут просто супер и я этот субстрат удалять не буду я их просто хочу распределить по этой клумбе поэтому горшком и засыпать сверху субстратом посмотрите какие корни живые хорошие и мох тут замечательно тоже растет просто супер даже береза он какая-то выросла ничего удалять им не буду значит у кого-то корней больше у кого-то меньше но они же были свежепосаженные до этого до этой пересадки совсем недавно они хорошо уже начали расти чуть-чуть подросли вот какие корешки там тоже трава какая-то растет и такая паутинка из корней чужих тоже есть хорошо растет это был горшочек покрупнее в общем удалять субстрат я не буду просто их посажу расположение сначала найду как их посадить как их распределить хорошо а потом сверху засыплю субстратом ну и сначала конечно это все не очень смотрится и когда я сажала когда я это делала думаю сколько же времени пройдет когда это все красиво зарастет и мхом и папоротником и как она все будет красиво смотреться нуждать пришлось недолго быстро все заросло значит каждый кустик я обложу крупными кусками коры чтобы они держались это пространство которое останется между ними я засыплю самим субстратом субстрат еще больше сейчас покажу как он выглядит более близко и в центр посажу еще папоротник ацветика из франции ну вот так вот я их распределила посмотрю как дальше будет ну и сам субстрат значит мелкие корни папоротника настоящего которого иришка из доминиканы присылала камни пемза ли чуза и нарезанный нарезанный мох лесной мох он потом в таком субстрате хорошо прорастает зарастает мох то конечно еще и свежую ку положу ну и как бы питательные вещества эту емкость для клумбы или плошка керамическая специально подбирала низкую чтобы я могла в летнее время заливать поливать сколько угодно и чтобы она могла хорошо просыхать но летом она так просыхала что я ее поставила потом в ровно в ручеек и на постоянно стояла дном на воде потому что было очень жарко и в зимнее время или осеннее время ну вот как зима сейчас какая да даже если они под дождем стоят какие-то осадки хотя если слишком уже там чересчур много дождей воды я их убираю под навес чтобы не сильно мочились ну и как тут все равно застоя воды не будет почему потому что сама плошка низкая камней много но и субстрат такой что там вода тоже не застается она вся стекает то есть они влажные будут но не будут мокрыми и высыхает очень быстро даже когда на улице пасмурно и не идут дожди и низкие температуры то ветер это все они просыхают и по них видно что они сухие в общем сейчас у нас как раз погода такая как им нравится как они жили на родине вообще в таком субстрате корни папоротника и камни камни которые впитывают воду это или чуза или пемза и обыкновенные камни очень хорошо растут дендробиумы и мои большие так посажены но в более крупный субстрат маленькие в более мелкий субстрат вообще корни папоротники это это самое 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 корни хорошо очень наращивает все орхидеи в таком субстрате и блоки к из корней папоротника это тоже для орхидеи самое лучшее но и собственного опыта говорю у меня и блоки есть и субстрат такой есть стали еще ссылку в описании под видео посадки пересадки и о корнях папоротника много мне таких посадок чтобы можно было посмотреть кто заинтересуется вот такая получилась композиция международной можно сказать орхидеи из японии папоротник из франции а живут они в германии но на этом все как всегда всем хорошего настроения удачи всегда и везде пока пока